ну вот ребята отмылись мы первый душ шлейку все тоже постирали поводочек новый у него сейчас пока вот выгуливаем пытаемся приучать но он вроде как пописать он терпел потерпел да выпустили он пописал вот ребята иди познакомься там спит барбос пока им еще чуть не дали ребят сразу скажу там под это подстилка еще куча подстилок теплых причем ковриков вязаных он там видите то есть он толстый убедить не буду толстый слой такого на самом толстом слой лежит то есть чтобы вы не беспокоились вот лежит чёстка это я еще не прокачаю знаете сколько я с него вычислил даже просто не представляете сколько чёсток вот этих ну штук на 100 уж вычислил таких чёсток него полных это я уже почистил чёстку она вообще заполняется просто нет я очистил и он уснул он ворочился разные стороны представлял мне бока видимо собака приученная что сейчас чешут но пердит блять вонька вообще просто балдет балдежи вот у него еда она очередь дразнила собака собакин спит он набегался покакал пописал все получилось спит полные чашки корма и водички то есть мы еще пить и поменяли он почистил вот эту воду пупил да все он сейчас полная водичка прогонена через фильтра то есть у нас там стоят оборудование все так вот выглядит красавица моя еще одна красавица я из магазина только виноградик сходил купил ну ребята вот смотрите балкон получается очень большой это вот они все это вот он просто длинный балкон помимо того что здесь еще не жарко потому что тут есть вот такие щелки но здесь не поддувает это это окно открыл сейчас его закроет не поддувает поэтому там у него тепло все полностью тепленький то есть с учетом того что пёс жил очень на улице полтора года мы узнали что его в это держал молодой человек и он отсюда уехал получается а пса оставил на улице и где его оставили там он как бы и получается хозяина ждал вот такая ситуация пса сейчас к нам приехал будем стараться его поддерживать вот ребята первое утро граф граф дали кличку моему граф ваш пошли мы с ним погулять сами видите пес уже активный какой достаточно уже как бы это вчера он был весь пассивный есть такой это глазки уже у нас не так не болят граф граф и что видимо хороший у меня уже хвостом сегодня с утра на вилле вот что делал так вот активно уже двигается хотя он поближе покажу и что прогулочка с ним стой граф ну прекращай покажись глазки уже не такие больные у нас эти все глазки уже отмыли вас хорошая парень на прогулке ночью мне немножко поспать не давал с ним все-таки это разговаривали полчаса он скулил его калк нам то мимо сказал что надо спать он все понял лег почесал немножко вчера вычесывали очень много шерсти было старый просто вообще не умер много вычислили его отмыли сегодня катеринар заехали ребята мы с утра выпечку покушать это называется как магазин хлебница на островского нам собакин ночью толком не дал поспать вернее мне я с ним занимался наглаживал до маринка меня разбудила ночью и к нему пнуло то есть я спал сегодня от силы 3 часа как бы он понятливый такой с ним поговорю погладил его все как бы получился он уснул итоге я потом пытался уснуть уже не мог уснуть уже дрова да то есть я только начал принимать и он проснулся уже как туалет захотел соответственно сейчас вы видите на приучить первое время она приучая сейчас туалет чтобы у него режим срабатывал то есть он понимает что ходить на на улице он терпит но ему на режим чтобы набить это время надо соответственно это временно помучиться будет маринка говорит меня выбрал назвали мы его графом марина выбрала такое кличку так что у нас граф граф мунты кристо ну маринке сегодня конечно паническое какое-то настроение она в некотором случае где давай его тогда на может поднимем на ноги и отдадим хорошие руки как бы она переживается но то есть вы поймите ребята собака очень крупная то есть мы не собираемся просто выкидывать на улицу да то есть мы его хотим как бы выкормить и соответственно я-то хочу оставить и настика уже хочет оставить и маринка она еще пока переживает то есть она вроде и хочется это ведь жалко собаку надо горит ее это она переживает смысле то и и такие сегодня посещали но я думаю что такие мысли посещили из-за того что из-за того что она просто хочет спалить это не бабка нам с насти потому что марина она очень подширкивая человек она шахмут есть я просто переживаю что у нас дома кошка сейчас мы взяли собаку а еще ждем-то реки валяй и это все как бы ну лично ребята сейчас сейчас ребята это задумка просто личная зачем-то изначально собаку больше собака скорее всего ребят все таки оставим все у нас будем заниматься собаками я в маленькой борщике и уча накубал конечно это вечер слово я ее с ножка опустил на землю потому что она пришла все-таки обыкновленного просто я думала это порода дикоргина такая добрая показалось что она из сюжетных пород бойцовских бойцовских мы выбили для боев я думаю мы взяли собаку сегодня узнаем примерный возраст я думаю мы в жилостов с неба самое главное чтобы прошло время нам понятно агрессии есть в собаке или нет то есть это улез месяца три то есть если у собаки появится в дурку агрессия то есть нам вчера написали в группу вконтакте чтобы там сидят многие, кто вот собак увидел мы по открыто написали в комментариях написали в культуре видео если собакам появится агрессия мы конечно собаку отберем либо в приют, если в приют ее не забирают соответственно мы захотим зацепление собаку Потому что с Алисиньей собаку никто не собирается, если собака нормальная, мы будем заниматься, если собака болеет, то, соответственно, это может не лечить, я тратил денег, если ничего страшного, то это нормально. То есть мы сегодня обследовали ее полностью? Да, наверное, нет. Вот, но если собака болеет, какая-то болезнь, у которой есть лечение, соответственно, мы не лечим, мы не лечим эту собаку. Нам дали паспорт. Вот Леопольд. Получается, мы сюда все время ходим, у нас кошки здесь филизовали, ну все, полностью мы сюда сюда ходим. У нас родственники даже из другого микрорайона ездят сюда. Значит, на собаке, что могу сказать, врач посмотрела, и у нас можно его снимать, у нас герой книгу этого фильма. Значит, ему 5 лет, пойдем отдадим. От 5 до 8, но сказали, что больше на 5. Больше на 5. Зубки немножко подточены, потому что ел разную пищу на улице, из-за этого слегка зубки подточены. Но зубки белые, хорошие, пойдем. Строение костей хорошее, заболеваний, как бы костей нету, мышц заболеваний нету, печень нормальная, почки нормальная. Ну, глазки нам подлечить сказали. Глазки сказали подлечить конъюнктивит, но так как у него века одно загнулось, из-за того, что это... Ах, собакой не занимались. Я сейчас себе чуть ногу не вывернул. Мы сейчас подлечим конъюнктивит, потом посмотрят, если есть необходимость, то сделают операцию. Века как бы поднимутся просто. А так посмотрели, у парня лишая нету, внешне он тоже чистенький, красивый. Ушки чистые, ушки нам почистили, но они сказали хорошенькие. Ушки попросили отдельно почистить. Да. Немножко совсем грязей было. Вот так вот видно, что парень за собой следил. Ветеринар сказал, что он хорошо выглядит, то есть мы его отмыли хорошо. Почесали мы его хорошо, то есть вы видите, он уже блестит. Вчера он был весь стрёмненький какой-то, грязненький. Саша очень много из него вычесал. Я вычесал практически, если так посчитать, часа четыре. Все-все общие, как бы суммарные, как бы взять и вычесал с него. Я даже не знаю, ребят, сколько там кофты сшить можно было, сколько на нем было шерсти. Получается, мы хотели его через три дня снова помыть шампунью, но врач сказал, что раз в месяц можно только мыть. То есть мы лапки ему протираем каждый день. Каждый раз, когда он приходит домой, протираем ему получается этим, с влажными салфеточками обычными. Но он не помойник, ребят, это он не ест, он нюхает. Он не помойник, вообще не помойник. Метит все. Метит все, да. А так, в целом, мы тебе ждали, хорошая собачка. Ну вот, если ему пять лет, считайте, пять лет, как бы постараемся ему дать нормальной жизни. Еще две недели адаптация. Две недели адаптация. Команды он все понимает абсолютно. То есть он приучный, эта собака профессиональная. И стойки у него стоят как раз выставочные. Ну вот он стоит, его видно тоже. Он, в принципе, натягивает. Паспорт. Паспорт-тур. Там его все приют. Что я хотел сказать. Сказали две недели, получается адаптация. Нам просто многие уже пишут, с нашего микрорайона пишут, что с ним не выкидывайте. Его выкидывать точно мы не собираемся, но две недели адаптации смотрим. Если он такую малейшую агрессию проявляет, а у нас двое детей еще маленького ждем, соответственно мы его усыпляем. Потому что такую собаку пристроить невозможно. Провышки в нашем микрорайоне знают про него все. И даже в Бонифацио мы вчера заходили, там про него все знают. Но убирать такую собаку лучше. Это большая отец на себя. Это много денег, он тотчас просит, уже сейчас денег просит. Соответственно, как бы, давай не будем чесать, ухи почистили. И легче усыпить, если у него будет агрессия. Почему объясню? Потому что, если его отдать даже кому-то в хорошие руки, он там убирает агрессию, его будет на улице. Либо же его отдать в улью. Они убьют просто негуманным способом, вот так скажем. Ну нет, парень, я думаю, нормальный. Соответственно, если есть такие проблемы, мы свои деньги нормально усыпим его. Все, 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 не надо, не надо. Будем надеяться, что все хорошо. Если все, то уже помощь, адаптация пройдет две недели, будет жить, доживать свои пять лет. В среднем эти породы живут пять лет и десять лет. Ну да, восемь-десять лет. Если хорошо, я думаю, что десять. Все, жопа грязная, замарал. Чего я тебя очистил, пошли. Так что, вот как-то так, ребят. Вот такой небольшой отчет. Ну, пока что нам сказали только предбеседонить. И поставить это, что это, обешенство. Ну, как бы после... Ну, поставим тогда предбеседонить. Все, где-то травы он уже нахватался на жопы, все. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.